Общие сведения по пищеварению и питанию. Это в главе первая. Глава вторая. Вопросы по индивидуализации питания. Как это? Что там чего? И глава третья. О пищевых продуктах и правильном приготовлении пищи. То есть как бы всё. Понимаете, с чем я, допустим, столкнулся в своё время? Это с тем, что, допустим, ты можешь действительно отказываться от той пищи. Да, я даже вам просто так скажу. Можно очень много там говорить и так далее и тому подобное. Но важно действовать. Вот если вы откажетесь от сахара, от хлеба, грубо говоря, сахаросодержащих продуктов, там, меньше картошки будете лопать, да у вас саму всё это там приобретёт нужные формы. Понимаете? Без особых каких-то там заумных вещей, что тут надо вот меньше волноваться или ещё что-то там делать и так далее и тому подобное. Опять-таки это не в сторону Виталия. Он молодец, он там рассказывает по-своему и это хорошо, какие-то там это. Просто это бытует, это мнение такое. Понимаете? То есть можно заумно подставить какую-то систему и так далее и тому подобное. В клинике сдавайте кровь, мы это по капельке крови определим, какие продукты сочетаются у вас, какие не сочетаются и так далее и тому подобное. Но всё это, всё это сводится к простым вещам. В первую очередь есть меньше. Во вторую очередь есть всё натуральное. То, что тут у вас растёт. Ну, примерно вот так вот как-то высказался я по всему этому поводу, да? То есть должна быть система, чтобы вы понимали, что это система. А для того, чтобы это была система, вы должны... Не я говорю, а тот же Виталий говорит. Вот насколько там я успел просмотреть. Для этого надо постоянно читать. Для этого надо самообразование. Чтобы было самообразование. И в этом самообразовании, понимаете, чтобы у вас были не фрагментные какие-то знания, пазлы, которые потом надо соединить в единую систему. А этих систем различных много и никак не получается. Вот если это иньяль, это вот так она соединяется. С позиции Юрведы это не соединяется. С позиции ещё. А ещё-то есть, понимаете, есть знания, так называемые эзотерические, которые работают, работают без всякого питания, без всякого мышления и так далее. Они работают совсем по-иному. И результат у них сразу выдаётся. Это вообще огромный пласт, о котором мы слышат, слышали. Некоторые пытаются там что-то там такое работать. Чакры, макры и так далее. Вот. Высшие силы. Но, как говорится, а что конкретно? А конкретно, понимаете, ничего там, так сказать, нет. Чтобы с ними работать, и это было, как бы сказать, во благо. Я вчера смотрел передачу про Рокфеллера. Семь пересадок сердца. Дважды пересаживали почки. Вот. И вот у меня такое мнение возникло, возникло, что медицина, современная медицина якобы с помощью пересадки органов внушает людям, особенно тем, которые могут заплатить за это, да, что вы продлите свою жизнь. Он как раз хотел там что-то там жить подольше. Продлите свою жизнь. Но на самом деле, сто один год из семь пересаженных сердец, понимаете, вот эта медицина, это не результат. Этот возраст живут без всякой пересадки там сердец. Вот. То есть, совершенно иные вещи. И вот я как раз вам начал немножко говорить о мыслях. То есть, мысли людей, которые чего-то там добились, их просто, вот я как понимаю, просто знать, с помощью чего это произошло. Не более того, понимаете, никто там, как там, плохой он, хороший и так далее. Вот я опять сошлюсь на Коко Шанель, который прекрасно сказал. Если вы хотите иметь то, что никогда не имели, вам придется делать то, что никогда не делали. То есть, гонять, грубо говоря, паразитов, пожалуйста, вы никогда не делали соду там, с полынью, клизмы. А гонять, значит, онкологию, которую можно, так сказать, вырастить. Не у всех она вырастает от мороженого, от сахара. Вот. Вы можете, значит, с помощью вот этих вот жвучих растений, куркумы, чеснока, перца, можно добавить имбирь. С одной стороны еще, с другой стороны, вернее, и вяжущие вещества, интересно, действуют. Допустим, такие, как ромашка. И плюс все это посадить на коня, с медом смешать, понимаете. Для меня вот эти все эти рецепты, я знаю, как их улучшить, как их усилить. И использую для себя. И благодарен вам за то, что вы там и меня так тычете, что-то, посмотри, ага, вот на то-то, вот на то-то, вот на это. И я это использую. Поэтому, хотите что-то достигнуть, значит, должны делать то, что вы никогда не делали. И редко кто это делает. Ну, вот примерно так я хотел сказать. Значит, снимать есть что, рассказывать есть о чем, но мне не хочется быть вот каким-то этим повторялкой, который вот эту книгу будет пересказывать, когда ее надо самостоятельно почитать. Да, вроде бы это большой такой пласт знаний. На самом деле, это все как-то укладывается в такие небольшие вещи, понятийные. И это не требует большого труда. Но, просто надо, знаете, вот как я сейчас сел и вам рассказываю. Это надо сесть и почитать. Если дельное написано, значит, у вас в сознании происходит некоторый переворот, происходит нужное действие, мотивирующее вас на те или иные занятия. Если вы, конечно, хотите. А если вы ничего не хотите, или это что-то так интересное, что-то вам рассказать. Понимаете, нету такого, чтобы вам как бы свое это рассказали. Это стало вашей частью. И, более того, принесло вам какую-то выгоду. Здоровье там или материально. Я же просто-напросто уже сделал эту работу. Кое-что я продолжаю делать для себя, потому что далеко от совершенства. И в этом вы мне помогаете. Все самое интересное, я еще подумал, какого хрена я залез в этот интернет и трачу на этот канал столько там времени. А оказывается, и от вас идет отдача. Это очень-очень интересный такой обмен. Ну все, я вас обнимаю и желаю здоровья.